Да, у меня, кстати, гитара необычная, у меня, смотрите, 12-струнная. Интересно ли это будет кому-то, или это полная шляпа? А, ну всё понятно, всё понятно. Ребята, всем привет! Вы наконец-таки набрали 100 тысяч лайков, и это значит, что сегодня вторая часть Малышей Виртуозов. Да, ребят, 100 тысяч набралось уже давно, просто вы сделали это слишком быстро. Чтобы вы понимали, я сел монтировать эту часть на следующий день после выкладывания первой. Сегодня Малыш в байне строит хищный музыканта Паша Ахстар, ваш Илья Барабанчик. Малыш тоже будет, поэтому сегодня очень крутой выпуск, потому что самую крутую реакцию мы оставили на эту вторую часть, поэтому обязательно ставим лайки. Кстати, ребят, смотрите, что придумал. Давайте попробуем собрать 150 тысяч лайков, и я попробую Сашу Капустину уговорить поучаствовать в образе малышки. Только представьте, как это забавно видеть Сашу в образе малышки. Ты крэйси, ты знаешь это? Поэтому давайте заберём дофига лайков, чтобы я показал Саше, и она офигела и согласилась поучаствовать. Всё, желаю вам приятного просмотра, и сейчас будет крутой переход к реакциям. Готовы? Давай. Кстати, ребята, продолжение данного выпуска на моём канале. В описании есть ссылочка после просмотра данного ролика. Переходите на мой, чтобы посмотреть продолжение. Так, у меня всё готово, погнали. Где Раиль? Раиль! Где он? Да, он в комнате где-то. А ты что, играешь? Ну, чё, и жду его. Тебе на самом деле тоже нужно передышки всякие делать. Оно как работает? Даёшь моему мозгу отдохнуть, напряжение спадает. Работа дальше идёт, процесс продуктивный, сам понимаешь. Я сейчас всё, я убираю телефон, как бы, нам не... Геншин Импакт это приключенческая игра с открытым миром, где вы можете делать всё, что пожелаете, на некоторое время отвлекаясь от проблем в реальном мире. Это самая часто упоминаемая видеоигра в 2021 году в Twitter и самая обсуждаемая на Reddit. Игра настолько популярна, что более 60 миллионов человек уже вошли в этот мир. А в России более пятой части молодых людей сейчас играют в Геншин. Я постоянно про неё слышу. Конечно же, я в неё играю, потому что я просто обожаю открытые миры, где вы можете бегать, карабкаться по скалам и даже летать. А управляя одной из семи природных стихий, вы становитесь настоящим воином, готовым дать отпор любым врагам. Но вы можете жить совершенно другой жизнью, просто вродить по великолепным пейзажам и наслаждаться прекрасной музыкой, написанной выдающимися музыкантами и поп-исполнителями, которые получило множество наград. Ваше путешествие в Геншин Импакт никогда не будет скучным, потому что к вам присоединится много очаровательных персонажей. Они поделяются с вами их собственными историями, а взаимен составят компанию, каким бы волнующим или умиротворяющим не было ваше путешествие. Кстати, в последнем обновлении к нам вернулись старые персонажи с новым контентом. Среди них девушка-рыцарь Эуола, эксперт по взрывчатке Кли, Сангономия Кокоми, вожественная жрица и, наверное, самый загадочный персонаж-странник. Также появились четыре мини-игры. Турбулентная битва, игра со стрельбой из водяной пушки. Боевое событие, яркий танец мысли. Путевые заметки ревущей лисички, гоночное событие. И щебетящие шары. Настольная игра. Ну и, конечно, новое событие в ограниченном по времени регионе Бутыляндия. Откройте для себя совершенно новый мир, загрузив Genshin Impact по ссылке в описании или отсканировав QR-код. Не забудьте использовать бонусный код на экране, чтобы получить ускоренный старт. Юлия, здравствуйте. Да, здравствуйте. Меня зовут Раиль. Вот с вами списывались по поводу музыкантов для вашего мероприятия. Да, Раиль, здравствуйте. Вот как раз хотела обсудить с вами моменты. Я как организатор мероприятия. Будет день рождения, даже юбилей у одного человека. Будет много народу приглашено, соответственно, много его знакомых и так далее. И нам нужно что-то такое очень крутое, драйвовое, чтобы могло раскачать публику. Ну, знаете, я, во-первых, играю не сам. То есть у меня есть брат, которого я хочу вам показать. Это он будет выступать, если все получится, все сложится. Его Паша, да, вот Паша, давай сыграй. Гитару, не забудь. Ну, вот Юля, собственно, музыкант, про который я говорил, гитарист Паша. Да, я на гитаре играю. Вот. И буду играть... Сколько? 500 рублей, да? Тихо. Вообще, это не все. Смотрите, ребят, давайте я еще раз вам объясню, что у нас мероприятие достаточно серьезное, что, извините, конечно, это не какой-то детский утренник. Но вы не смотрите на возраст, он отменно играет. Ну, давайте, раз уж мы созвонились с вами, давайте послушаем, посмотрим, что вы умеете. Гитару возьми. У него даже гитара не простая. У меня, кстати, гитара необычная, у меня, смотрите, 12-струнная. На таких не учат. Я сам учился. Ну да, необычный звук, там все будет шикарно. Я надеюсь, вы не против, я ему подыграю, чтобы он увереннее был хотя бы. На свежую, да. Да, пожалуйста, конечно, конечно. Ну, то есть, надо не кузнечика, да? Ну, я умею кузнечика красно играть. Вот играем на таком вот струете. Иди, скину. Вот, я играю на гитаре. Ну, мы знаем. Ты давай начни уже, как репетировали, только уверенно. Ритм. Ритм. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это было реально круто! А вы можете прям вдвоём играть, чтобы было два инструмента? Ну, если хотите, конечно, конечно. Да, 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 это было реально круто! Единственное, я хотела вас спросить, а есть у вас что-то, ну, поэнергичней, по движовей, кайфовей такое что-то? День рождения всё-таки... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давайте. До мажор возьми. А, всё, я помню. За вторым кругом. Вот такая. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы вышли из дома, когда во всех окнах погасли огни. Один за одним мы видели, как уезжает последний тамбай. Едя такси, нам нечем платить, нам незачем ехать. Мы гуляем одни, и на нашем кассетнике кончилась плёнка Матай. Э-э-э-эй! Видели ночь, гуляли всю ночь до утра. Видели ночь, гуляли всю ночь до утра. Е-е-е-е! Видели ночь, гуляли всю ночь до утра. Видели ночь, гуляли всю ночь до утра. Вот такая еще есть. Да, да, то, что надо, ребят. Смотрите, единственное, у нас нужно минут на 20-30 занять. У нас таких песен вообще много. Подобным, реально, подобным репертуаром, если будет все у вас, да, будет минут на 20-30. Да, мы можем скинуть список, у нас там 5000 вообще песен. Круто, все, тогда я жду от вас список и отправлю заказчику, он уже сам выберет, что ему будет. 500 рублей, да, мне заплатят? Мне, вот, Раиль, мне вообще, я вообще классно, мне будут деньги свои, мне Раиль 500 рублей заплатит. Тихо, ты, дерьмо. По суммам мы с вами еще раз обязательно, да. Список будет сегодня же, сейчас скинем. Все, на связи тогда, да. Спасибо, на связи, до свидания. А пока не началась следующая реакция, хочу вас позвать на свои концерты, офигенные фингерстайл концерты с барабанами. Это будет целое шоу и будет это примерно осенью. Подробнее в моем телеграме, я буду об этом рассказывать, когда и что будет. Все, погнали. Меня зовут Элина, как тебя зовут? Меня зовут Паша. Окей, хорошо, Паша. Почему ты вдруг захотел научиться играть на гитаре? Да, у меня тут просто друг рядом, я стесняюсь. Саш, ну, может ты пойдешь в другую комнату? Саша, тоже привет, передавай. Саша, тебе привет. Привет. Вот. А, у меня гитару, гитару мне купили давно, и я вот на ней хочу научиться играть. Ну, я сам занимаюсь уже долго, вот, а с преподавателем раньше не занимался. А где у тебя гитара? Дома. А ты где? Дома. Так, ну давай, неси гитару. А, вот она. Ага, вот, слушай, хорошая, у тебя гитара, смотри, даже с проводом. А, да, это мне папа подключает. Поняла, поняла, хорошо. Расскажи мне, что ты уже знаешь про гитару? Я вообще ходил в музыкальную школу на балалайку, но там все начали, ну, угорают, угорали, и я-то бросил. Бросил? Ну, да. Говорят, на какой-то сковородке играешь, ну, вот, типа вообще всякие штуки. Я вот, мне гитару купили. Слушай, ну и правда, зачем тебе эта балалайка? Гитара же круче, правильно? Ну, да. В дворе можно понтоваться, правильно? Да. А вдруг у меня, я на балалайке, а вдруг у меня вообще на баяне. Над нами смеются. На баяне, друг, у тебя? Да. Слушай, ну, можно как-нибудь провести занятие, где ты будешь играть на гитаре, а вдруг у тебя будет на баяне рядом тоже тебе подыгрывать. Как-нибудь заметим и что-нибудь такое сделаем. Да, ну, у меня Саша как раз, вот он дома. Ну, вот он на баяне играет. Ну, пусть пока послушает. Давай все-таки вернемся к гитаре, и ты мне немножко расскажешь. Вообще, что знаешь? Я все изучил, у меня блокнотик есть, все знаю. Вообще, можете что угодно спросить, я все отвечу. Ну, вот знаешь, как называются вот эти деления на гитаре? Лады. Здорово. Окей, аккорды что такое, знаем? Ну, аккорд – это одновременное сочетание трех или более музыкальных звуков разной высоты, разных высотных классов. И слухом воспринимается как вот целостный элемент звуковой вот этой вот вертикали. Ну, ты хорошо очень подготовился. Я наизусть все выучу. Я уже поняла, что ты все знаешь, давай мы с тобой попрактикуемся тогда, да? Может быть, ты какие-то аккорды знаешь, покажешь мне? Вот аккорд у нас ля минор. Это АМ. Правда, это он. Это он, все верно. Ага, а аккорд. Слушай, ну здорово. Давай мы с тобой что-нибудь попробуем сыграть, что ли, на этих аккордах. Сейчас мы с тобой будем играть четыре такта. Четыре такта, каждый аккорд. Запомнил? Поехали, пробуем. На счет три. Раз, два, три. Ага, я понял. Это уже простенько, это уже. Там же мы на балалайке вообще играем, вот эти вот. Всякие вот такие штуки. Ага, я тебя поняла. Я думал, что-нибудь еще. Вот я, например, последнее разучил. На гитаре. Это вот такую композицию. Я думал, мы что-нибудь такое будем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, то есть, вот так. Вот такие штуки мы, я играю. И вот я думал, мы что-нибудь такое будем разбирать. Вау. Слушай, ну, а сколько ты занимаешься? Я занимаюсь, ну вот как я и говорил, не из-за того, что я на балалайке играл, у меня есть вот познание, как вообще учиться играть. А на гитаре вообще недолго. Ну там, может быть, мне есть сколько? На Новый год мне ее подарили. Я... И за ни у кого не учился? Ну вот по видео в интернете. По видео? Ну да, там есть онлайн-гитарные курсы, в общем, не важно. Ага, слушай, ну давай тогда, давай мы с тобой что-нибудь выучим на следующем уроке, потому что я не очень понимала, какой у тебя уровень и чего ты, оказывается, уже умеешь. Слушайте, а вы вообще это, вот в музыке, ну, разбираетесь? Да, разбираюсь. А вот у меня вот друг баянист, вот, а вы, может, поможете нам, как нам вместе дуэтом сыграть? Да, да, давайте. Зови. Хорошо. Сань, у тебя с собой баян? Да. А, вон он. Ну, иди сюда, сейчас нам расскажут кое-что. Здрасте. Это Саша. Здрасте, здрасте. А, да, так, кто сыграем? Да, вот что нам делать? У нас вот есть песня, какую вообще, давайте, может, выберем вместе. Давайте. Какую ты знаешь? Ну, сейчас популярна одна песня, вот я её разучил. Сыграй. Какая? Ну, вот эта. Вот. И вот, смотрите, как мне под него подыграть? Эээ, так, давай попробую сыграть, я послушаю и подумаю. Эээ, я? Нет, 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 Саня, Сань, давай. Да, я. Ты начни, а я потом скажу. Ну, там как-то вот так. Да, ну давайте попробуем добавить аккорды. Да, давайте. Попробуем? Эээ, начинается всё с аккорда ля, ты его знаешь? Да, знаю. Вот сейчас играем. Да, не край. Да, есть, правильно, окей. Вот играем, значит, сначала ля, потом фа-мажор. Фа-мажор дальше? Фа. Да. А вы это так на слух услышали? Конечно. Как и ты, второй аккорд. Вот так. Ого, круто. Класс. А теперь смотри, вот у нас мелодия будет. Та-тай, да-буди, да-будай, да-ра-ра-ра-ра. Запомнил, как меняется аккорд в эту мелодию? Да-да-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Да, запомнил. Да, да. А, ну всё понятно, всё понятно. Давай попробуем. А потом можно украшать, да, как-нибудь? Ну, попробуй. Давайте попробую, да. Я ещё вот этот щелчок буду пробовать добавить. Так, четыре аккорда не забудь. Четыре АМ, да, давай. Всё, поехали. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» из 9 ну я участвую мне было девять лет мой 10 уже много два года назад я занял 9 место из 9 я больше не хочу по конкурсам поверьте сейчас уже можно 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 еще как можно ну ладно мы подумаем все где живете в москве москве ну вот москве столько конкурсов разных что мы точно найдем конкурс где возьмут гитариста баяниста и вот еще и споете битбокс зачитаем у а он умеет битбокс а я слышал а слышали возможно еще не знает но я строю самое большое сообщество гитаристов в мире вот уже полтора года я обучаю людей играть на гитаре и с нами уже почти 5000 человек и на каком уровне игры бы вы не были даже если совсем не умеете вы после прохождения академии научитесь вот так а и будете самым крутым в своей компании чтобы пройти обучение в моей гитарной академии попасть наше гитарное сообщество нужно просто перейти по ссылке в описании на сайт академии выбрать подходящий для вас курс и присоединиться к нам немножко помогу выбрать и определиться первый курс для тех кто совсем ничего не умеет там мы разбираем базу основу всех гитаристов второй курс для тех кто что-то уже умеет и там мы научимся по-настоящему вжаривать офигенные классные штуки сейчас я также открою музыкальный магазин и мы еще одежду запускаем в общем много всего интересного и чтобы не пропускать все новости нашего гитарного сообщества подпишись на телеграм-канал академия кстати в нем вас ждет бонус там опубликовано 6 крутецких разборов офигенных произведений и вы бесплатно можете попробовать обучение гитарной академии акстар все жду вас обязательно в академии все подробности в описании дмитрий здравствуйте это вот илья мы с вами общались ваша саша это вот мои музыканты то давайте предлагаю как с вами поступить обо мне уже в принципе знаете да да я рассказал им чуть-чуть объясняя в чем суть следующей реакции мы записались к музыкальному продюсеру на платную консультацию чтобы он послушал наши песни вообще оценил их мы ему будем играть наши собственные песни поэтому очень интересно как вам вообще моя песня напишите обязательно в комментариях аура или на канале мы сыграли ему песню раиля смотрим давайте коротко себе какие у вас вопросы то есть что вы хотите вообще что у вас за творчество могут у нас вот сидит гитарист вот баянист пишем свою музыку вот три у него ребят есть свои авторские треки их еще никто не слышал все только в рамках дома вот хотим посоветоваться с вами чтобы их послушали в общем хоть я хочу мы хотим чтобы вы послушали сказали вообще стоит их выкладывать вообще как продвигать интересно ли это будет кому-то или это полная шляпа или завязать с музыкой вообще да я понял тут такая история вопрос такой вы как от души хотите или вы хотите ну действительно там вот какие-то концерты да вот ну все стране главное главное конечно музыка но и чтобы популяра чтобы вы слышали людей это естественно там где популярность там и коммерция как говорится это главное согласен во первых вот для того чтобы я просто вижу ну совсем уважением к вам молодые еще и естественно у меня возникают сомнения по поводу вот именно качество вашей продукции но все-таки зацепить чтобы целевую аудиторию которая гораздо такая обширная да и тему материалом всегда должен быть хороший естественно то есть это хорошие партии на гитаре которые вот правильно звучат то есть все на своих местах находится это хорошо сведено хороший мастеринг то есть все записано на профессиональном оборудовании а также это смысловая нагрузка просто я смотрю опять же то что вы молодые еще а сейчас вот ну для россии тем более целевая аудитория по большей части они вот повзросли люди такие и естественно им что-то должно откликаться то есть вот песня это же целая история да возьмем любую тему любовь это стоит денежных средств естественно если вы сами не умеете вы умеете сами делать мастеринг сведения запись но мы стараемся но мы пока только песни написали вот их вот нам даже вот папа купил микрофоны чтобы мы записывали это все сейчас могу я отлучиться только не убивайте ну что мы может мы тогда с это сыграем вам и вы скажете вообще материал как вам во первых стоит ли это стоит ли это вот выкладывать уже и вообще может ли это стать популярными как это продвигать я понял подождите а такой вопрос ну то есть вы получается еще нигде ничего не выкладывали вы только вот наиграли да и мы только дома играем да у нас на мы пока я дома я понял хорошо давайте да конечно послушаем я послушаю точнее вы тоже давайте пацаны называть песня а обнимая на поражение ну название кстати звучит интересно здорово плане я и участвую они у вас полностью авторские вы сами написали текст полностью на полностью все свое я понял давайте я просунул записку тебе по дверь залюбил твой глазок с чабачкой без цветами и папочки верь не верь и за пазухой писк щенячий я принес тебе сотню подсолнухов ярко-желкость картин мангога ты откроешься запах твоих духов убивает меня с порога обнимаю на поражение вызывая головокружение все мои самолеты в снижении прости за вторжение прости обнимаю на поражение вызывая головокружение все мои самолеты в снижении прости за вторжение прости Ну, ребят, первая прям вообще зашла, классно. Хорошая? Да, хорошая. И я очень удивлен, на самом деле, и приятно удивлен, что вы такие молодые, и уже такая песня. Наверное, вот как раз за счет того, что брат помогает. Да, он с Текстайм помогает. Он раньше музыкалки учился, но вот и мы сейчас учимся, вот мы над музыкой работаем. Слушайте, ну здорово, у вас уже прям реально слышится профессионализм такой, который уже высокий такой уровень. И у нас есть работа, вот куда ее нести потом, как это все выкладывать, и нужно ли потом вкладывать деньги в рекламу, как это все делать, вообще ничего не понятно. Вот, треки-то выкладывать можно через дистрибьютора выложить и там ждать, когда, возможно, он там выстрелит. Может выстрелить там через месяц, а может выстрелить через 30 лет. То есть там песня, которая на заре вот эта, они написали за 4 часа, и она выстрелила только через 30 лет. То есть прошло 30 лет, когда она стала вот прям популярной и играла везде. А вы нам поможете, получается, или как? Да, вы нам можете поможете? 30 лет просто ждать не очень хочется. Мы можем. Да, а то... Согласен, да. Слушайте, с таким продуктом, да, я помогу вам это сделать. Вот. Что они хотят видеть? Лейблы хотят видеть сразу вот... Ребят, на этом все. Вторая часть на моем канале в описании под этим видео. По ссылочке, да. Ставим лайки. Обязательно смотрим. Все, спасибо вам большое, что были с нами. Рады, что вы у нас есть. Вы очень классные ребята и самая лучшая публика. Продолжение следует...